приветствую всех любителей бон сегодня мы продолжаем рассматривать бону гражданской войны и этот лист у нас лист краткосрочных обязательств государственного казначейства 20-го года города омска 19-го года они выпущены до так называемое временного российского правительства верховного правительства правителя россии адмирала колчака но это обыкновенные такие бумажечки в один цвет но со сложной какой-то структурой фоновой они отличаются мы видим по оттенкам например 25 и 25 рублей одна голубоватая другая зеленоватая соответственно 50 рублей более такой в сторону ухры и травяная зеленая но давайте посмотрим вот как выглядит с обратной стороны ничего тут нет состояние этой бумаги хорошая перегибов нет бумага плотная желтоватая сохранность отличная но и тут виньетка с орлами и текст этого самого обязательства но и надо отметить что тут вот и на на английском языке есть надписи и по-моему да на французском но это собственно помощники очередные западные страны которые помогали колчаку в его борьбе с большевиками вот такие четыре обязательства следующие у нас вот это из той же серии только это номинал то рублей они отличаются эти и по цвету и по шрифтам это вот с такими сигнатурами тут по-другому немножко тоже до двадцатого года выпущены в девятнадцатом году но история всех этих вещей это было сибирско-временное правительство которое образовалось в роли восьминнадцатого года в томске и под председательством гербера затем вольтского и после переворота в сентябре восемнадцатого года власть пришла к всероссийскому временному правительству таксо это по 50 для аксиньев и который потом возглавил вот колчак который получил звание верховного правителя россии она была сверхнута советской властью в январе двадцатого года ну вот эти вот бумаги ходили на тех давайте посмотрим эту бумагу она тут имела перегиб но просто уже выправлено отлежался за все время но никаких утрат и потерь нету водяная водяных знаков нет но есть верже то есть это светлые тонкие полоски которые использовались бумага при напечатании почтовых марок тут верже вертикальная ну и общий вид вот такой дальше у нас то же самое только уже это западно сибирский регион тоже сибирско временное правительство но это вот первые ранние варианты восемнадцатого года это как раз когда образовалась это вот томское правительство дербера и вольского но вот это вот один рубль и 10 рублей это вот одна серия видимо не стилистик исполняет это вот казначейский сибирский билет это уже более позднее немножко другой сразу могу положить просто вот видите вот пять рублей как раз в серию вот эту вот входит вот этих вот 1 и 10 рублей то есть это себе вся полностью но тут можно посмотреть давайте посмотрим вот эту десяточку очень тонкая бумага никаких водяных знаков не просматривается но в каталоге так и указана тонкая бумага звенит мы видим кстати геральди геральдический щит и герб сибири еще он по-моему с екатериной пользовался этого два таких соболя стоящих держащих там какие-то значит инструменты ну такой просто простенькое оформление основной красноватый фон и в один цвет черной краской опечатанный рисунок здесь немножко чуть-чуть по-другому в принципе то же самое сохранность можно сказать идеальная в коллекцию можно получить ну и вот эти нестандартных 3 рубля в ксентьево посмотрим тоже тонкая бумага но тут уже по моему верже вот то есть вертикальные полоски светлые темные обратная сторона вот такая 3 рубля без всяких так сказать премудростей состояние тоже идеально бумажка звенит ну и пойдем дальше ну и последний из этой серии этого 5 рублей которые я уже показывал это дополнение к этой серии казначейский знак сибирского июня правительства давайте посмотрим тоже с обратной стороны состояние идеально никаких утрат не потерто не потертости вот тоже сибирский герб геральдийском счете с мантией ну надписи которые положены там что преследуется и прочее вот такое простое и здесь 1918 год 5 рублей обменивается и так далее и так далее по бокам орелы два факела свободы ну и вот такой вот еще разменный чек красноярск уже моего родного города 19 года он уже более такой с одной стороны более примитивный такой но с другой стороны три цвета номера серепростальный красным фиолетовая цифра 25 этот значит предвидитель всего билета из разменной кассы красноярского банка значит можно выдать наличными подписи должностных лиц разменный чек с обратной стороны выглядит вот одноцветный такой фиолетового цвета красноярское и несельское государственное общество взаимного кредита ну и дайте помогали кредитовали друг друга ну бумажка тоже без следов потерь без всяких перегибов без водяных знаков но состояние очень хорошее хотя качество нужно делать скидки на типографские возможности того времени но на этом я пока заканчиваю и мы продолжим рассматривать древесочную республику в следующем ролике